Как только растение отцвело, мы удаляем цветонос у него и продолжаем поливать. Нарциссы нас порадовали в день 8 марта. Как только они отцвели, мы удалили цветоноса. Затем слегка поливали их до, естественно, подсыхания листвы. Они находятся в состоянии покоя. Аккуратно вытаскиваем с горшка. Очищаем. Лукавицы. Лукавицы плотные. Что я дальше делаю? Убираю сухую листву и подрезаю корешки. Почему я сразу не удалила листья с растения? Именно листва питала луковицу Нарцисс. И она сейчас такая плотная, хорошая. Повторная луковица, которую вы использовали для выгонки к определенному празднику, то уже выгонка не получится повторная с этой луковицы. Так, смотрите, плотная какая луковица. Так, удаляем старую листву. Подрезаем корешочки. Так, все луковицы хорошие. Угу. Укладываем все луковицы в такую корзину. Они в ней будут хорошо проветриваться. Поставим корзинку в темное, слегка прохладное, проветриваемое помещение. Хорошие луковицы. Высаживать их будем в первой декаде сентября. И уже, скорее всего, в июне они нас повторно порадуют своим цветением. Так, все, управились. Лето пролетело очень быстро. Сейчас середина сентября. Перед вами луковицы нарцисс, которые мы использовали для выгонки к 8 марта. Они находились все лето в состоянии покоя. Луковицы плотные. Поэтому, когда вы будете высаживать первоцветы, то обязательно проверяйте состояние луковиц на прочность. То есть, вот они плотные такие, хорошие. Я уже сказала, что середина сентября обязательно первоцветы уже необходимо посадить в землю, чтобы они успели укорениться. Я заранее приготовила лунку. Глубина посадки будет 3 диаметра луковицы. То есть, так я примерила, вполне достаточно. Рядом с нарциссами у меня посажены такие многолетние цветы, как водосборы. По-другому данное растение называется аквилегия. Так как это многолетние цветы, и на одном месте нарциссы будут радовать нас несколько лет, поэтому обязательно в лунку надо добавить удобрения. Я взяла аргавит. У меня под рукой оказался именно овощной. Бывает-то еще и для цветов, для плодово-ягодных. Смотрите, какое у вас есть органическое удобрение. Для рыхлости почвы я обязательно добавлю вермакулит. Так. Все размешиваем. И в данную лунку я посажу всего 3 луковицы нарцисс. Так. Вот одну луковицу. Вторую. Третью. Близко друг к другу я не стала высаживать, потому что луковицы будут размножаться. И в дальнейшем это получится целый букет нарцисс. Почву не поливала, потому что идут дожди. Она у нас влажная. Надо выбрать время для посадки луковиц именно такое. Высчитать, чтобы луковица под зиму укоренилась, но не выпустила зелень. Все. С посадкой здесь я закончила. Засыпаем землей. Можно вермакулит еще добавить. И еще один момент. Обязательно поставьте вот такие маячки для себя, потому что вы весной уже не будете помнить, что вы вообще сюда посадили. Вот я их 4 штучки сюда ваткуну. Присыпаем землей. Обязательно ее уплотняем. Выбирайте место для первоцветов там, где вы весной чаще ходите, чтобы они радовали вас первыми цветами. Все. С этими я управилась. Точно так же я буду высаживать остальные луковицы нарцисс. А вам цветущего сада весной. Удачи!